Официальные встречи с членами правительства и представителями оппозиционного спектра в Тбилиси подводят итоги визитов в Грузию влиятельных американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Джозефа Либермана. Впрочем, грузинские встречи законодателей из США носили не только официальный характер. Тему продолжит Давид Сагарелли. Встреча старых друзей в Кахете. Президент Грузии Михаил Саакашвили принял гостей у себя дома в Кварели. Перед ужином сенатором-республиканцем Джону Маккейну, Джозефу Либерману и Линдси Грэму пришлось изрядно потрудиться. Они приняли участие в сборе винограда в Тбилиси. В роли учителя выступил Михаил Саакашвили. Глава государства рассказал и о грузинском винограде, и о вине. Это виноград Саперави, уникальный сорт, история которого насчитывает 10 тысячелетий. У вас будет возможность сделать и попробовать вино этого сорта. От слов к делу. Сенаторы-республиканцы приняли участие в процессе превращения винограда в вино в сопровождении грузинских национальных песен. Завершился. Далее в списке неформального визита – ознакомление с традицией приготовления грузинского хлеба и грузинской водки – чача. Экскурсия завершилась традиционным грузинским застольем и традиционными тостами за дружбу. Из региона Кахети в Тбилиси с достопримечательностями грузинской столицы Джона Маккейна, Джозефа Либермана и Линдси Грэма ознакомил мэр Геги Угулава. По городу гости объехали на туристическом автобусе. Итоги своего путешествия сенаторы-республиканцы подвели в аэропорту. Здесь заявления были нешуточными. Хочу повторить, мы не поддерживаем ни одного из кандидатов. Мы поддерживаем демократические, свободные и прозрачные выборы. И верим, что это вполне реально. Мы высоко ценим прогресс, который был достигнут вашей страной за последние годы. США продолжат поддержку свободы и независимости Грузии. Россия должна понимать, что мы не допустим компромисса в вопросе суверенитета страны. Россия должна покинуть Абхазию и Южную Осетию. Грузия останется демократической страной, и Россия никак не сможет повлиять на это. Жители Грузии уже знают вкус свободы, и они не вернутся в автократическое прошлое. Надеюсь, сближение Тбилиси и НАТО продолжится. Во второй половине дня гости из Соединенных Штатов покинули Тбилиси, но обещали вернуться.